Сегодня у нас клубное соревнование. Евгений построил трассу интересная в карьере. Сейчас мы с вами посмотрим. Я вам покажу трассу. Посмотрим, как поедут Тойоты, Нивы, Уазы и прочие автомобили. Попробую снять, чтобы было интересно. Трасса обозначена ленточками. И нам интересно, как он там заедет. О, блин, красавец! Резинки какие-то, мне кажется. Вот, смотри, газ не бросил. Смотрим Chevrolet, подготовленный лифт, самоблоки, занижения. Тоже Дмитрий. Просмотрим разницу между Хантером. И там, как заедет. Все ходами. Но скажу, УАЗ поинтереснее заехал. Спуск. Там еще и поваленные деревья, коряги такие. Контрольная точка. Так, сейчас едет тоже подготовленный Нивасик. Ну, в основном, где все ездят на пониженной, потому что на повышенной здесь, в ПГС, песчано-гравийной смеси, очень будет сложновато выезжать. Смотрим на подъем. Смотрим, смотрим, как зайдет. Ходами. Отлично. В отсечку. Все, финиш. Тойота Тахома. Посмотрим, как Тойоты едут по тому же маршруту. Но у него и база длиннее намного. Запрыгнет. Красавца. Так, едей, спуск. Все, финиш. Блокировки. Блокировки сработали. Царинбургские степи. Газу, 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 газу. Немного. Газу, 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 газу. Скорее, газу. попробовал проехать трассу здесь вот как раз выезд где все проезжали у меня не получилось сел на раздатку то есть колеса принципе висят что здесь и пороге и ни хрена не едет угол не передать угол не передать так так проехать мы проехали трассу но чувствую не едет смотреть какая беда 10 развалился шрос на повышенное чувство не едет думаю что случилось только на пониженной блокируясь передок только короче работает у меня на задок получается вот эта вот хрень разлетелась у нас печальника вот это вот короткий вал получается и вот он где оторвался то есть кардан у нас от smprofi идет мне его присылали под рекламу там вот он идет на крестовинах а вот эта часть шла на шрусе и у нас мы залезли чехол слетел до шарики выскочили и когда они выскочили тоже было принципе непонятно вот и получается так что тяга на задний мост у нас перестала идти так как шариков нету зацепа не было вот решено фидан вот залез открутили и самое главное что нужно гаечки всегда ставить новую сейчас тоже стали откручивать некоторые стали проскальзывать да фида грани грани да то есть вот вроде бы всегда стараясь новые но к сожалению так отсоединили мы подвесной кстати шумит весной и у него есть люфт у них крутане я сейчас подарю не это будет вибрационный резинку слышь как шумит но вот и говорю на карте сухие да возможно тут можно будет скрыть принципе посмотреть но один фиг менять надо будет и еще у нас получился люфт если держать крестовину лицевом где-то есть вот он щелкает короче есть какие-то нюансы вот это мне в комплекте приходил вот см профи то есть вот эти нормально вот это все нормально вот это почему-то разлетелось смотреть крестовины и соединения даже люфтов ничего не тут они еще не знаю здесь ну да здесь они как бы уазов скидут соединения это для комфорта для таких эксплуатации как у тебя только крестовины ну то есть решено чё но тут промежет это будем на крестовинах искать ну конечно так и будет она развалить слабое место вот но и смысл то что мы вот заехали встали сейчас покажу сейчас заблокируемся вот так вот вот видно то есть вот отсоединили заднего кардана нет вот смотрите редуктор задний вот тут ничего нет только на переднем поедем заблокируем меж всего дифференциал и только на переднем приводе поедем вот ара тоже сейчас мы разговаривали вот не у него 40 лет легенда да или как она там называется на 40 до юбилейная такая вот ракалите семнадцатого года да то есть она не штатный он как мы сильно не катаемся так удовольствие проезжает иногда но и что-то разговорились по затратам на него то человека еще тойота тойота как ягод пользуюсь не выгод два года два года 67 тысяч играет стал записывать сколько год я трачу расскажи в двух словах вот ну двух словах за два года 67 тысяч денег на сравнение в тойоту ушло в разу в двадцать и не меньше за этот же период вложено вот и все хотя хотя до тойота четвертого года выпуска да они 18 покатушки сейчас для меня наверное закончится мы хотели поехать искупаться там ребята поехали а мы остановились и вот ремонтируем не вас обидно досадно а что делать не знаю что то то ломает стоят ломает то крышку даришь куда лик и крышку с этими с тросами динамическими тоже век живее век учись не повторяйте наши ошибки как говорится есть возможность проверить блокировку satax да сейчас мы что получается кардан задний сняли сейчас только у нас передний я ниже сего и блокирую работает работает без претензий отлично срабатывает отлично срабатывает хочу показать на переднем приводе вот если будем стоять на нетальной передаче межа сего у нас будет разблокированной вот а тут без разницы или повышенная или пониженная сейчас мы на повышенной вот смотрите разблокированный заднего кардана у нас нету включая первую передачу слышите да автомобиль не едет то есть зацепа нету вот таким образом то есть если бы в раздатке стоял самоблок возможно бы она поехала теперь мы межа сего и блокируем не так то легко включить теперь о смотрите заблокировался но одним кадром пишу и теперь поехали вот видите теперь поехал как обычно то есть межа сего и заблокировали и все и мы покатились также если не будет переднего кардана на заднем приводе все примерно то же самое съездили скупались вода блин прелесть что хотим сейчас показать пока стоим пгс горячие ноги вообще горят вот на уазе сейчас покажу на уазе стоит самоблок от производителя авт как он едет на заднем приводе то есть самоблокирующий дифференциал а твт тоже блокирует два колеса полностью блокирует на тяг 10 килограмм здесь мы устанавливали а вот смотрите полный привод разница да и все его спокойно выезжает то есть блокировки что саток что в это ну на в это я больше катаюсь в принципе все отрабатывает сейчас посмотрим от него сначала тронемся без пониженной тяжело двигателю будет не тяжело но чтобы понять какой грунт первая повышенная сцепление пахнет ребят первая повышенная а сейчас проедет на 1 пониженной посмотрим грязь лента сейчас заживет ухо ни хрена себе едет другой участник тоже короткая него жестко запрыгиваем на гору запрыгиваем на гору уверен не прошел самый опасный спуск снимаю сейчас далеко и в яму ушел в грязь здесь его не видно будет и снимать конечно немножко сложновато так антоха там в диагональ встал в горе рези и походу мы там притонули вывеселся полностью уперся Зрители у нас стоят, смотрят, радуются, получают удовольствие, глядя на это вот прикольное событие. У него машина стала ровно работать, да? Ровно стала работать. То есть вот хайджеком ее поднял, да? Да, поднял, все стало. Да, вот дровишки, дровишки. Это фантастика, фантастика. Ну и самая практичная машина, да? Самая вообще универсальная автомобиль. Ребятам разрешили пользоваться траками. То есть хайджеком машину вверх подняли, подкладывают траки. Впрочем, у него сзади стопроцентный стоит. Впереди стоял самоблок, но он накрылся. Сейчас стоит свободный дифференциал. На пороге. Все, на порогах повис. Подпрыгнул, видно было, как передний мост подлетел. Но все, нет. Потихонечку в раскачку. Сейчас его назад скатнут. Газово! Газово! На таких мероприятиях приходится много бегать по пересеченной местности. Тут и палки, и вода, полные сандалии. Сейчас пока объедет. Вот здесь интересное место. Сейчас вам покажу. Машина идет боком по склону. Ноги разуваются. Такой вот спуск с разными ямами. Вот так он едет, едет. И вот здесь круто вправо уходит и грязь. На самом деле очень сложно. Машину постоянно вправо сносят. Антоха, увоза, увоза за тебя! И все, спуск вне себя. Там грязь. Знакомьтесь, Евгений, который у нас организовывает всякие разного рода мероприятия. Сегодня у нас проходит летний этап степных просторов. Это соревнования по спортивному туризму, автомото-дистанции. Проводится второй год. Это седьмые по счету соревнования. Выбрали этот раз такой карьер. Сегодня погода у нас жаркая. Грязи, конечно, не так много, как хотелось бы. Но ребятам нравится. Все довольные. Куда-то выезжать надо. Ну, спонсорами у нас, получается, выступили. Компания Т-Плюс. Уфимская декелажная компания, которая у нас поддерживает уже не первый раз. Да, Орин Аква. Они вот нас сегодня очень спасали в такой жаркой деревне. Да, сегодня классно, конечно, водить. Жажду удалили. Сегодня 32 градуса у нас. Смотрю, почти вывернул. Спуск. Ныряем. Ну, расскажи два слова про трассу. Тяжело из-за того, что она не обкатанная была. Садились два раза на пузо. А сейчас вообще идеально. То есть, когда трассу знаешь, намного легче идти, да? И она еще не обкатанная была тем, что бубры слишком много. Да, да, да. А сейчас раскатали клиренс и прочее, да? Сейчас идет в легкую. Ты расскажи модификацию автомобиля у тебя там. У меня, что, две блокировки винтовые, заниженная коробка. Раздатка? Раздатка? Ну, я не пойму. Раздатка не занижена? Раздатка нет. Мозг там усиленный, колось на 24-ти. А, ну, да, да. Это ноги были. А, вот, двигатель по двигателю ничего не делал, да? По двигателю вообще ничего. Только вот глушак поменял. Ну, да. Не поменял, срезал от газели резонатора варил. Понятно. И что еще? Ну, и привода усиленные у переднего. Ну, да. Ну, едет, да, неплохо. Ну, едет, да. Молодцы. Здесь вот золото ищут. А вдруг все. Шторман его золото ищет. Готовит машину. Вдруг все ценное там осталось. Строится маршрут. Вот, смотрите, Евгений сейчас ленточки перевязывает. И уже будет маршрут идти через вот это болотистое такое в воду. Там и грязь, и ПГС. Глубина где-то около 50-70 сантиметров с ямами. Будет, наверное, интересно посмотреть. Очень много диагональных вывешиваний. То есть примерно все находится на одной локации, но трасса меняется за счет ленточек. Так, новый участник именно в Экстриме. Самое сложное. То есть тут уже спецтехника. Очень сложно. Там и диагонали такие. Вода. Просто бегать не получается за ним, чтобы отснять. Сейчас вот налево он ушел. Заезд. Подъем. И теперь вправо. Вброд. Грязь. В глубину. Вот, дает. Смотри, что творит, а. До балды. И ушел. Не узкий мотор просто на блокировках и задние полоси разгружены. Блин, он супер какой-то. Перед на Экстримский палку. Да, смотри, неплохо идет. Блин, он не сушеный такой же. А он легче идет, между прочим. Ну и давай посмотрим по болоту как. Смело, смело. О, как красиво. И пропал. О, а что это? Сейчас Дима на Шевроле. А там диагонал пилюки, да, вообще? Ну и, во-первых, он уже не первый едет. Уже все равно разместили. Вот здесь вот сложно было. Ух, упал. Обалдеть. А смотри, 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 что творит. Все равно Шевик, да? Прикольно идет. Ой, где я сидел, да? Да, 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 да. Тоже приходненько прошел. Опять два, губы я два купила. Нет, блог, губы. А не когда год уже проедет. Это Дмитрий заканчивает трассу. Ну и после этого будем собираться домой. Целый день потратили. Устали, очень жарко, 32 градуса. Неплохо. Шевик едет, неплохо. Нет, здесь подниматься идея. Все, мы домой. С мероприятия выехали. Устали, честно сказать, сегодня. Целый день, жарко. Ладно, там ребята с живой воды стояли. Воды попили. По машине, по невастику. Сейчас еду на переднем приводе. То есть вот дифференциал, между всего, я блокирую. Вон желтый горит. И свободно еду. То есть задний кардан полностью от раздатки до заднего моста снятый. Лежат багажники. Что получилось? Ну, как мы подумали. То, что, когда машина вывесилась, на раздатку повисло, колеса вывесились. То, что кардан, возможно, там, где шрус, он вышел. Вышел, стопорного кольца почему-то не было. Вот, и подшипники выспались. Грязи там не было. То есть мы думали, что, возможно, от камня, то, что он, пыльник, срезало. И все оттуда, ну, вылетело, наверное, да. Или грязь забилась. Но нет, там было чисто. Грязь, то есть, ну, ПГС никакого не было. Или надо проставку ставить между шлицами и карданом, да. Видно, не хватает длины кардана. Возможно. Вот. Надо будет искать вот эту среднюю часть от кардана, чтобы именно был на крестовинах. Серп и молот таки не делает. Надо будет поискать, полазить по интернету, чтобы тоже был на крестовинах. Если был бы, конечно, на крестовинах, такой бы херни бы не было, да. У нас бы все держало. А тут просто он со шлицов вышел. И все. Ну, вот такие дела. На переднем приводе ехать красота. Уже практику эту проходил, катался. То, что он на переднем приводе едет вообще отлично. Как видели, что дифференциал повышенного трения по-другому самоблок от Сатакс в принципе работает. В принципе, все срабатывает. Но так как мы еще катаем мало, но все равно пока нормально. У Федана на УАЗ Патриоте тоже стоит самоблок от АВТ. Тоже видите, что он срабатывает по песку. То есть блокируется и два гребет. На переднем приводе едет автомобиль легче. Рулится прекрасно. Сейчас на трассу выйдем, посмотрим. Гул ушел, не ушел. Потому что я переживал после того, как передний мост на ней мы сломали. То есть нагрузка была все-таки хорошая. Я уже стал переживать. Или в раздатке подшипники как-то там, ну какой-то шумок такой появился. Или вот сейчас мы подвесной сняли. Или он шумел. Вот. Ладно, разберем, посмотрим. Все, давайте пока. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Нива 007, Яндекс Дзен Нива 007, ВК, ну и естественно на Ютьюбе. Все, всех обнял. Всем пока. Ну и конечно же, как я могу не рассказать, как на переднем приводе ведет себя автомобиль. Так, соточка. Вибрация присутствует. Блин, неужели с раздаткой все-таки какая-то хрена виновая. Вот. Идет автомобиль вообще легко. Супер. А теперь, всем пока. Супер. Ну и все. Супер. Продолжение следует...